Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем вас с сегодняшним воскресным днём. Очень радостно, что вы собрались все здесь, что оставили все свои дела, все свои заботы и пришли в Дом Отца Небесного на брак Сына Его. Да именит вам Господь это в будущем веке и здешний. Очень важно то, что мы присутствуем на литургии. Литургия – это чрезвычайно важно, потому что некоторые святые отцы говорят, что тот, кто понял важность литургии, её значение, тот, собственно, понял всё христианство и, можно сказать, стал уже святым, потому что он понял, что его спасение только во Христе Иисусе Господе Нашем. Только в Нём мы можем обрести этот свет, эту истину, эту радость, эту жизнь. Литургия – тот свет, которым освещается вся наша жизнь, все наши дела. Мы призваны, чтобы посещать её, быть, участвовать в ней, именно участвовать, потому что, дорогие братья и сестры, не только священник служит, но служите все вы. Вы являетесь служителями тем самым царственным священством, о котором сказал апостол, которому не раз вспоминается Священное Писание. Поэтому присутствие на литургии очень важно, нужно быть чистым сердцем, готовиться к этому. И тогда Господь вам даст почувствовать, что такое настоящая благодать Духа Святого, которую Господь даёт не мирно. Помните, в Евангелии, когда говорится, что апостол Иоанн говорит, что Господь не даёт Духа мирно. Что это значит? Вот представьте, что вы пришли к кому-то и вам дали какую-нибудь 20-литровую бутылку воды. То есть вы знаете, что у меня есть 20 литров. А представьте, что вы стоите у источника, в котором непрестанно идёт эта вода, этот ручей. Вода непрестанно идёт, и вы можете набрать в неё столько, сколько захотите. Но всё зависит от того, сколько у вас есть с собой, как говорится, тара. Если душа человека, она широкая, она любящая, то она может даром Духа Святого очень много себя принять. Если душа, она скукоженная, она занята какими-то мирскими вещами, то в душе остаётся мало места для Духа Святого. Но Господь готов каждому из нас даровать Ему без меры. Всё зависит от нас. Сегодня все слышали Слово Божие. На каждой ритургии мы слышим Слово Божие. Иногда задаёт такой вопрос, а в чём разница между тем, что я дома читаю Слово Божие и слушаю то, что произносит священник, дьяк, в ритургии. Даже иногда кажется, что дома легче. Сядешь спокойно, включишь лампочку, всё светло, тихо, спокойно читаешь, а на ритургии постоянно кто-то толкает, кто-то чихает, кашляет, мешает. Так вот, в чём важность слышания Слово Божие именно в собрании, в церкови? Дело в том, что Господь не даёт дара своего каждому из нас в отдельности. Он даёт свой дар именно Церкви, всей Церкви в совокупности. Мы, поскольку являемся единым телом Христовым, то именно в теле Христовом можно получить вот эту благодать, дар Святого Духа. Слово, напечатанное на бумаге, в литургии оно оживает, оно становится живым, действенным и животворящим. Это как бы вот эта вот мёртвая плоть, Слово Божие, облетает жизнь через причастие дара Духа Святого. Слышали, когда вот читается молитва на присуществление святых даров, там говорится, что Господь не спасли своего Духа не только на эти дары, но и на нас с вами. Слышали вот это, да? То есть мы все являемся как раз теми, как говорят, рецепиентами, которые принимают, которые призваны принять этот Дух Святой. И причащаясь уже тело и крови, мы становимся как раз вот той частичкой жизни, частью тела Христова, которая живёт и действует в этом мире. И я, опять же, возвращаясь вот к этому свету литургии, именно только через Него, будучи причастны Его, мы можем действовать в этом мире. Они не просто, как Господь сказал, вот как сухие ветки какие-то. Они могут и расти на дереве, но при этом быть на дереве, но при этом не являть вот этой силой, этой животворностью, животворящей, которая может питать не только нас с вами, но и тех, которые еще не пришли ко Кресту, которые только смотрят, присматриваются. Если они будут видеть вот эту жизнь, не просто внешность сухую, а именно жизнь, радость, любовь, потому что Царство Божие – это не просто, как говорится, пища, питье, не какие-то действия, а именно жизнь, радость в Духе Святом. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас, и очень радостно, что, еще раз скажу, очень радостно, что вы сейчас здесь все вместе. Не часто бывает приходится приезжать на подсобку именно в качестве служителя. Хотелось бы, конечно, почаще, но, сами понимаете, что у нас там много народу, и как-то не знаешь, куда взорваться, еще многословка. Вот, и видно, вот, как все-таки здесь, может быть, незаметно, кто-то не замечает, но здесь идет очень большая работа. Очень большая работа, которая требует больших сил, даже финансового каких-то, финансового части. Вот мы недавно давали объявление, и очень много, радостно, что много, очень откликнулось. Всегда это неожиданно бывает, вроде казалось. Ну, что такое это, кому это интересно? На самом деле, как-то видишь, что Господь касается сердца человеческого, и любовь вот эта вот, внутри сердца, она выражается в каких-то внешних делах, просто в каких-то пожертвованиях. Смотрите, сколько уже здесь, в подсобке так незаметно-незаметно, но делается, и как-то растет. Все как бы не просто для кого-то, а для вас, для нас всех. Вот юноты у нас родились, видели сюда. Так что всех еще раз с праздником, благодарим, что вы есть. Спасибо, Свя Господь. Субтитры создавал DimaTorzok